Мы готовились к этому поединку, понимали, что Кривбасу некуда отступать. И надо сказать, я думаю, что все-таки мы не заслуживали сегодня поражения. Но пожурить можно себя, наверное, только за такое не совсем невнятное начало. Потом, в общем-то, контролировали ход игры, к сожалению, не удалось забить. И слишком много, конечно, пропущенным голом дали козырей в руки Кривбасу. Хочется поздравить команду Кривбас с победой. И, в общем-то, я думаю, что такая команда недостойна вылетать из Премьер-лиги. Хочется пожелать им удачи. Но, если какие-то будут вопросы... Вопрос есть? Денис Голландин травмировался, что-то серьезное. Сейчас врачи разбираются, по горячим следам достаточно сложно что-то рассказать. Поэтому хотелось бы надеяться, что нет. Сегодня центр поля обороны будут, по сути, проигрывать. Не подборочи вас. Да не могу согласиться с этим. В принципе, Кривбас не строит игру. Немножко по-другому они играют. В основном, за счет таких широко размашек, за счет переводов, за счет борьбы, подбора. Поэтому, как таковой сегодня в центре игры не было. Все? Спасибо. Уже не знал, куда я вернулся, потому что так было тяжело. Ну, приятно, честно скажу. Где-то сегодня нам повезло. Никак не кричит душой. Мы команда старалась, увиделись. То, что есть у нас, мы выходим и бьемся. Благодарен ребятам, честно говоря. От души. Будем стараться в такой тяжелой ситуации, в которой у нас борьба идет за выживание. Вы сами понимаете, что... Само что, ребята, не пускают руки. Я думаю, эта победа может добавить нам сил, настроения. Ну, и все остальное. Ну, вопрос есть. Кого-то конкретно выделили бы сегодня или вся команда? Понимаете, вся команда играла, старалась, оббилась. Ситуация просто была не очень хорошая после Киева. Вроде на уронном месте все старались. Максимов сломался, диск вылетел на тренировки. Конкава. Даже не хочется говорить. Камару пустил за ногу. Нога так распухла, что там... Бартулович был просто по такому тяжелому полю. Надо было и отбирать, понимаете, и вперед. Где-то дали другим футболистам. Боровик тоже на тренировке кисть сломал. Просто удар били, там попали в него. Что, у нас четыре человека сразу выпало. Ну, думаю, как бы там не было, видите, может и к лучшему. Боровик это серьезно? Да, там кисть сломана вроде. Такая ситуация. Скажи, у вас впечатление, что на первом тайме металлурга вообще не было? Ну, не знаю. Может, пока не как бы разбегались. Просто быстрый гол забили. Приятно, что и Воронков уже восстанавливается. На него рассчитываем, скажу честно. Потому что с одним нападающим мы играли начало чемпионата. У нас был всего один нападающий Вашенко. Сейчас и будет два нападающих. Уже приятно. И те ребята, которые даже выходят на замену, видно, что глаза горят. Я думаю, если будет коллектив, будет все хорошо. Я доволен. Как бы там ни было, и были претензии к футболистам. Знаете, самое главное, что люди не опускают руки. Должны понимать, что дается шанс. Также были моменты и по Толику Кицута, которые под двум играм тоже были проблемы. Человек вышел, доказал. Это самое главное. Ну, то, что хотел сказать. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо.